Итак, сегодня мы с вами поговорим об основных узлах событий в истории биосферы планеты. Есть один способ взять, как это иногда делается в школьном учебнике, в соответствующем разделе по общей биологии, когда берут геохронологическую шкалу и начинают тыкать в нее пальцами, что вот здесь, в этом самом конце ордовика появляются рыбы, а вот здесь в пермском периоде появляются траморфные рептилии, а вот здесь у нас появляются насекомые в карбоновом периоде. Честно говоря, во-первых, это просто малосодержательно, и во-вторых, опыт показывает, что никто никогда ничего, никаких таких временных привязок просто не запоминает вообще. И потом этот раздел учебника или вообще любого учебного курса забывается просто как страшный сон. Поэтому единственный нормальный, с моей точки зрения, способ изучать этот раздел, это, во-первых, задаться причинными объяснениями, то есть почему происходят некоторые события, и во-вторых, именно практиковать событийный подход. То есть мы будем рассматривать некоторые события в истории биосферы, понятное дело, что все мы рассмотреть не сможем, поэтому у нас, конечно, будет достаточно пунктирная картинка, и смотреть, почему, что происходит, и какие группы, соответственно, живых организмов принимали участие в этих самых спектаклях, рецензии на которые мы сейчас с вами будем в некотором смысле составлять. Ну, мы с вами помним по предыдущим разделам, что Земля у нас существует, сколько существует у нас? 4,5 миллиарда примерно, да? Значит, из этих 4,5 миллиардов нам всякий наш привычный кайнозой, мезозой и полиозой сколько приходится? Ну, грубо, примерно, без точных цифр, полмиллиарда. Примерно из этих 4,5 миллиардов на весь наш фанерозой, эпоху явной жизни, приходится примерно полмиллиарда, без точных цифр, да? То есть, 7,8 времени существования планеты, это вот наш этот самый докембрий, которым мы, собственно говоря, занимались на предыдущем занятии. Существенный период. Значит, мы с вами, опять-таки, частью помним, частью вам напомню, частью расскажу, что начинается у нас жизнь на планете с неких микробных сообществ, да? Причем в этих микробных сообществах участвовали и фотосинтетические микроорганизмы, и гетеротрофы, то есть потребляющие чужую органику, да? И появляются первые следы жизни у нас когда появляются? Вспоминайте, вспоминайте, да, 3,8, да, 3,8, 3,8 магическая цифра, да? Значит, первые следы жизни у нас 3,8 миллиарда лет назад, причем это еще не живые организмы, а это так называемый углерод органического происхождения, то есть углерод, по изотопному составу которого мы можем судить о том, что он участвовал в реакциях фотосинтеза когда-то, да? Значит, 3,5 миллиарда лет назад, да? 3,5 миллиарда лет назад у нас появляются, в геологической летописи появляются строматолитовые экосистемы. Строматолиты это тонкослойчатые осадки, да? Как правило, карбонатные, но бывают строматолиты и другого состава, которые создаются таким очень хитрым типом микробного сообщества, которое называется цианобактериальный мат. В его состав это такие коврики, вроде как из плесени, не из плесени, которые состоят из нескольких слоев. Маты существуют и сейчас в достаточном количестве, во всяких пересоленных водоемах, в горячих источниках и прочих таких экстремальных местообитаниях. Правда, строматолиты они сейчас создают чрезвычайно редко. Строматолиты сейчас современные строматолиты строятся немножко по-другому, чем те, дотембрийские. Но как бы то ни было, это несколько слоев из микроорганизмов, слой из цианобактерий, где происходит синтез органических веществ в результате фотосинтеза, слои, в которых живут бактерии, которые наоборот потребляют эту органику, есть там аэробы, анаэробы. То есть сообщество это очень сложное само по себе. И целостность вот этого матового сообщества, в которое входит иногда до десятка разных микроорганизмов с четким распределением функций между ними, что в общем степень целостности этого сообщества немногим отличается от того, что наблюдается, например, в лишайнике, который тоже симбионтный организм, гриб с водорослью, и что, собственно говоря, если мы числим за организм лишайник, то вообще-то говоря мат можно числить за организм тоже вообще-то. Так вот, соответственно, следы деятельности этих матов появляются, начиная примерно с 3,5 миллиардов лет назад. Вот строматолитовые сообщества, они появляются примерно здесь. Значит, дальше мы с вами помним, произошел ключевой, один из ключевых этапов в истории нашей планеты. Порядка 2 миллиардов лет назад случились события, которые мы с вами подробно изучали на прошлом занятии. Что это такое было? Кислородная революция. Порядка 2 миллиардов лет назад произошла кислородная революция. Начиная с этого момента, атмосфера планеты, которая была до этого восстановительной, то есть свободного кислорода в ней просто не было, ну то есть были, так сказать, какие-то совершенно несущественные доли процента, которые тут же немедленно расходовались на окисление разных других присутствующих в атмосфере вулканических газов. И начиная с этого момента, состав атмосферы становится принципиально другим. То есть свободного кислорода по-прежнему очень мало, но он всегда есть. То есть атмосфера становится устойчиво окислительной. Хотя еще раз повторяю, иногда почему-то пишут, опять же в учебниках, что начиная с 2 миллиардов лет назад, после кислородной революции, атмосфера приблизилась по составу к нынешней. Конечно, она к нынешней Котиблийской не была ни в каком смысле, но приблизилась только в том, что она стала окислительной с этого момента. Это важно. С этого момента стало возможным появление аэробных организмов. То есть организмов, которые имеют принципиально другой тип обмена веществ. Опять-таки мы с вами это на прошлом занятии обсуждали. Есть два способа обращения с органикой внутри клетки. То есть два способа получать из нее энергию. Можно ее превращать в молочную кислоту. Ну не только в молочную кислоту, есть еще несколько вариантов. В молочную кислоту, в спирт, еще в некоторые типы органических кислот. Получая на этом две универсальные единицы, бескислородные процессы. Разные варианты брожения гликолиза. На этом мы получаем две энергетические единицы АТФ. Либо мы это самое получающееся в результате брожение вещество потом дожигаем кислородом до углекислого газа и воды. При этом энергии выделяется огромное количество сравнительно. И мы получаем 38 молекул. 38 против 2. Так вы вообще-то почувствуете разницу. То есть аэробный метаболизм, он, конечно, сильно выигрышный. Но кислорода по-прежнему мало. И тем не менее находятся умники, которые сразу становятся аэробами. И, соответственно, из кого состоят вот эти самые матрии? Это цианобактерии, которые в прежние времена назывались сенезелеными водорослями. И обычные бактерии. Значит, какие это все группы организмов? Должны помнить. Да. Прокариоты. Прокариотические. Отлично. Это все прокариотические организмы, не имеющие ядра. Не имеющие ядра, у которых ДНК имеет кольцевую структуру. То есть нет ядра, нет настоящих хромосом и все прочее. Вот, соответственно, начиная с 2 миллиардов лет назад, появляются, когда в момент связанной с кислородной революцией у нас появляются впервые эукариотические организмы. Значит, это строматолиты. Строматолиты. Значит, это просто органика, биогенная органика, строматолиты. А здесь уже у нас появляются одноклеточные эукариоты. Одноклеточные эукариоты. Значит, как можно вообще судить? На этом месте возникает вопрос, как можно вообще судить о том, одноклеточные эукариотические это были организмы или прокариотические? Это же ископаемые. Это же некие тени на камне. Значит, кое о чем судить можно. Да, конечно, признаки тут косвенные. Но есть такая простая вещь. Значит, характерный размер клеток прокариотических организмов и эукариотических довольно сильно отличается. То есть это не плавный переход, а это действительно вот две четко различающихся размерные группы. Размеры прокариотических клеток, это, как правило, менее 10 миллимикрон, а размер эукариотических клеток более 60. Менее 10 и более 60. Понятно, что везде есть исключения. Понятно, что там вот как раз не так давно, где-то лет 5 назад, было описано совершенно феерическое существо. То есть прокариотический организм, имеющий клетку размером под полмиллиметра. То есть это просто один из самых крупных одноклеточных организмов, который оказался прокариотом. То есть нет, ну понятно, что в семье не без урода. Что есть самые разные варианты, есть наоборот страшно мелкие эукариотические клетки. Да, все это есть. Но в целом, вот я говорю, характерный размер клеток, он достаточно четко позволяет разделить. То есть в этот момент появляются, массово появляются клетки, причем по обстановкам это именно планктонные одноклеточные водоросли, которые имеют эукариотический параметр клеток. И кроме того, помните, мы с вами говорили на первом занятии, когда о способах минерализации. То есть каким способом живые организмы, когда попадают в палеонтологическую летопись, там происходит, собственно, то, с чем мы имеем дело, это не организм, а камни. То есть это организм, в котором произошло минеральное замещение. То есть и минеральное замещение, выполняемое разными минералами, оказывается разным. Так вот, при петрификации, то есть замене углерода на кремний, на кремнезем, иногда он идет очень быстро, сохранность оказывается чрезвычайно тонкая, и действительно есть случаи, когда при достаточно быстрой петрификации мы можем при очень тонких методах, то есть очень аккуратно шлифуя, можно получить представление о внутренних структурах клетки. То есть есть даже такая штука, вот как раз одно из них, есть несколько таких местонахождений в мире, одно из них как раз у нас в Средней Сибири, в районе Туруханска, вот как раз примерно этого возраста, вот где действительно такой уникальный тип сохранности, который позволяет видеть некоторые характеристики внутриклеточных структур. То есть все к тому, что действительно все очень похоже на правду, и так завязывается на причинные связи, что действительно вот в районе двух миллиардов лет назад появляются действительно эвкариотические одноклеточные водоросли, и кроме того, в качестве еще такой дополнительной детали, в это же время появляются некоторые типы микроорганизмов, которые по нынешнему времени являются строгими, то есть облигатными аэробами. Это бактерии, которые живут только в кислородных условиях, и которые создают вокруг себя соответствующие отложения. То есть, например, это бактерия металлогениум, которая осаждает марганц. Вот марганцевые паучки, которые получаются в результате деятельности этой бактерии, они, например, в канадской местонахождении Ганфлинт, вот как раз эти самые паучки появляются как раз тоже во временной окрестности вот этих самых двух миллиардов. Кроме того, как мы помним, это время, когда происходит перестройка железного цикла на планете, происходит перестройка серного цикла на планете, то есть, когда вместо донно-морских железистых кварцитов появляются перигенные наземные болотные руды типа ржавчины, происходит замес смена сульфатов и сульфитов на сульфаты и сульфиты, и, короче говоря, в это время выходят на сцену эвкариотические организмы. Дальше уже появлена некая жизнь, которая нам становится более-менее понятна. Дальше, как мы помним, был второй период, опять-таки ключевой по кислороду. Помните, когда и где? По прошлому занятию. Да. Да, да, да. Слушаю. Когда следующий у нас? А? Ну, примерно, да. Примерно, примерно, да. Примерно, примерно, через полтора миллиарда. Вот еще раз. Казалось бы, мы с вами помним, что, скорее всего, по всем представлениям, источником кислородной революции было не то, что стали более продуктивно работать организмы фотосинтетики, а из того, что закончился процесс гравитационной дифференциации недр планеты, железо, легко окисляемый элемент, ушло в ядро, и кислород, свободный кислород, выделяемый в процессе фотосинтеза, как побочный продукт, он перестал расходоваться на окисление железа и его оседание в виде вот упомянутых здесь донно-морских железистых кварцитов. Кислород вроде бы должен был бы, ведь, опять, наша задачка про бассейн с двумя трубами, что нет оснований полагать, что труба, из которой втекает, стала работать лучше, что в этот момент просто довольно сильно привернули вентиль на трубе, из которой вытекает. И, казалось бы, следует ожидать, что уровень воды начнёт довольно быстро повышаться, то есть уровень свободного кислорода на планете начнёт быстро растить. Ничего подобного не происходило. Именно потому, что до этого момента кислород это был просто побочный продукт фотосинтеза. А вы знаете, что есть разные варианты фотосинтеза. Есть много вариантов бескислородного фотосинтеза. Там, собственно говоря, из воды берётся водород, которым потом восстанавливают окисленный углерод. Суть-то именно в этом. И кислород, получается, кислород. Если вы будете... Можно фотосинтез сделать на основе серого водорода, серный фотосинтез. Тогда у вас на выходе будет не свободный кислород, а свободное серое. И ещё есть несколько вариантов. Побочный продукт, который остаётся, он, вообще-то говоря, никого не интересовал. Более-то, он вреден, опасен. И, вообще-то говоря, это процесс отравления биосферы планеты побочными продуктами, которые некоторые умники начали, некоторых синтезов, которые кое-кто начал использовать. Отлично. После этого у нас начинается другой процесс. И вот здесь начинается рост разнообразия продуктивности вот этих самых эвкариотических растений, которые начинают работать всё лучше, лучше и лучше. В этом процессе появляются, значит, вот из того, что можно назвать чётко, это примерно 1,2-1,4 миллиарда лет назад появляются многоклеточные водоросли. Многоклеточные водоросли. Водоросли. Значит, что интересно, что наиболее древние из попавших в палеонтологическую летопись водорослей очень похожи на самую примитивную из групп красных водорослей, бангиевых. Собственно говоря, красные водоросли вообще считают самой примитивной из групп, самой архаичной группы водорослей. А бангиевые – это самые примитивные из красных. То есть, вообще говоря, находка эта действительно далеко не всегда. Далеко не всегда. Вот появление групп в палеонтологической летописи действительно оказывается, действительно хорошо соответствует филогении, то есть родственным отношениям организма. В данном случае вроде получается так. Значит, дальше, соответственно, водоросли, разнообразие многоклеточных водорослей растёт, 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 растёт. Планктонные, одноклеточные водоросли, разнообразие их тоже растёт, 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 растёт. И, начиная с некоторого момента, как мы с вами опять-таки говорили в прошлый раз, начинается очень интересный момент, начинается забавный случай. Перестаёт количество фотосинтезирующего органического вещества возрастает, а убирать его некому из экосистемы. У нас нет активных потребителей органики. То есть мы помним, что есть два типа трофических цепей. Два принципиально разных типа трофических цепей. Есть цепь выедания, пастбищная, то есть когда кролик ест капусту, а лисица ест кролика. Есть другой тип цепи, это детритная цепь, цепь разложения. То есть когда кролик съедает не всю капусту, лиса съедает не всех кроликов, но понятное дело, что и капуста, и кролик существа вполне смертные, они умирают и превращаются в разлагающуюся органику, которую разными способами утилизуют целые кучи живых организмов, которые как раз и ориентированы на питание мертвой органикой. Какая доля вещества и энергии идет в современных экосистемах через пастбищную цепь, а какая через детритную? Ну хорошо, тогда я вам открою по ходу дела страшные тайны, относящиеся к курсу экологии. Короче говоря, возникает ситуация, когда нормальных потребителей живой органики в экосистемах просто нет. То есть нет никаких аналогов животных, нет тех, кто питался бы вот этими самыми живыми водорослями. Поэтому приходится ждать момент, когда все это помрет, и крутить это все через детритную цепь. Это медленно возникают на этом месте всякие затыки, и на этом месте масса неокисленного углерода в виде недоразложившейся органики начинает уходить из жизненного цикла. А мы с вами расписывали уравнение в прошлый раз соответствующее, и видели, что когда у нас начинает захораниваться неокисленный углерод, оборотной стороной этого процесса является выход второго компонента этой реакции, то есть свободного кислорода. То есть убирая из сферы действия реакции неокисленный углерод, вы тем самым добиваетесь выхода свободного кислорода параллельно. Значит, на этом месте возникает вот в этом вот районе примерно 800-850 миллионов лет назад возникает ситуация второго кислородного бума, когда действительно неокисленный углерод, о чём мы можем судить по, опять же, по изотопному соотношению захораниваемого углерода, захоранивается невиданными в истории Земли темпами, и в это же время появляется целая куча самых разнообразных экспериментов идёт. И вскоре за этим идёт опять-таки параллельный рост всей эволюции всей растительности, и дальше появляются очень странные вещи. В районе этой отметки появляются разные следы на осадке. То есть появляются, по всей видимости, во временной окрестности этого самого второго кислородного бума, появляются животные, о которых мы без уверенности говорим об этом, потому что самих этих животных мы в летописи не видим. Мы видим только некоторые следы их жизнедеятельности. Следы их жизнедеятельности заключаются в том, что мы видим фекальные пеллеты, это кусочки гранулы органики, гранулы, обогащённые органикой, которые, соответственно, должны были пройти через организм животного. Сейчас такого рода фекальные пеллеты создают, соответственно, всякие планктонные микроорганизмы, какие-нибудь калавратки, в зависимости просто от размера организма. Начиная с этого позднего протерозоя, появляются фекальные пеллеты с одной стороны, появляются некоторые странные следы на поверхности осадка, и, наконец, в районе 650-620 лет назад появляется первая известная нам фауна макроскопических животных, идиокарская фауна. Это всё пока про до кем времени. Представители идиокарской фауны – это крупные и очень крупные организмы, то есть вот от сантиметров до больше, чем метр, бескелетные, с некоторыми очень странными чертами. Я не буду вам тут рисовать всего, но наберите в поисковике слово идиокарская фауна, сейчас как можно делать, ну и посмотрите картинки. Значит, это такие лепёхи, которые при этом имеют очень странную, так называемую, симметрию скользящего отражения, совершенно не характерную для нынешних живых организмов. То есть это что-то вроде протектора ёлочки или застёгнутой молнии, то есть когда вот эти самые фрагменты все смещены на полшага друг относительно друга. По всей видимости, эти организмы были, они не имели никакой внутренней структуры, то есть там никаких систем органов, конечно, нет близко. В них, по всей видимости, они были осмотрофами, то есть они всасывали органику, растворённую в воде, просто поверхностью тела. И кроме того, второй вариант, возможный, который часто упоминают, это симбиотические микроорганизмы. Ну сейчас, так сказать, нынешние исследования показывают, что симбиотические одноклеточные водоросли довольно существенную роль играют в снабжении пищей многих как раз тропических групп животных, обитателей коралловых рифов. Ну вот, видимо, эти самые существа были прозрачными, они тоже были набиты одноклеточными симбионками, и получали приличную долю органики от них тоже. Значит, как бы то ни было, идиокарский эксперимент, то есть они были очень разнообразны, они напоминали разных представителей, то есть вот есть какие-то формы, похожие на плоских червей, есть формы крупные, которые похожи на кораллов, морские перья, есть там даже нечто похожее на таких кольчатых червей. Но это, конечно, чистое внешнее сходство. И, судя по всему, вот этот идиокарский эксперимент окончился неудачей. Вот среди палеонтологов очень понравился такой термин шуточный, кто-то назвал вот этот самый идиокарский эксперимент «Черновики Господа Бога». Что вот, ну вот да, были наброски, черновики, но в серию это все дело не пошло. Значит, эксперимент был неудачный. Судя по всему, никаких последствий он не имел в том смысле, что нынешние организмы... Довольно, когда идиокарская фауна была открыта в 1947 году, это довольно недавнее для представителей для нас открытие, тогда как раз предполагали прямую преемственность между вот этими разными группами идиокарских организмов и современными классами животных. Но потом дальше это все не подтвердилось. Оказалось, что это вот вендобионты, вот этот последний участочек докембрия, венд, когда появляются венд, что это как раз время, вот когда появляются многоклеточные животные. И, видимо, это последствий особых не имело. В это время, значит, вот такая картинка, вот в таком виде мы подходим к началу фанерозоя, когда уже жизнь будет более-менее похожей на нас. Значит, что мы видим? Мы видим, что в общем и целом время появления соответствующих групп живых организмов на вот этой самой временной шкале, оно в общем и целом вполне похоже на то, как бы оно должно быть. Это довольно хорошо завязано на динамику по кислороду, которая существовала на планете. Единственное, чего на этом месте выглядит довольно странным, что грибы появляются очень поздно. Что грибы, вроде бы, это не растения, не животные, а нечто совершенно отдельное. Это вы, слава богу, наверное, себе представляете. Что это третье царство, отдельное от всех, совершенно со своими, абсолютно только им свойственными особенностями обмена веществ, особенностями биологии. И при этом можно было бы предполагать, что грибы это как раз что-то чрезвычайно древнее, архаичное и вот совсем-совсем такое глубокое. Но вот это пока как-то не оправдывается. То есть многократно были рапорта, что вот нашли, наконец, грибов, вот там где-нибудь в раннем протерозое, там чуть ли не в археи. То есть как раз сообщения бывали регулярно. Значит, дальше все проверки показывали, что, как тут начинали проверять, дальше оказывалось всегда, что это современные загрязнения. То есть что грибы, они вообще имеют склонность прорастать мицелием в самые разные места, причем совершенно не обязательно может быть современнее, вот именно нынешнее, что выковырили там камень какой-нибудь, а он порос современной плесенью. Нет, плесень могла быть какая-нибудь когда-нибудь, ну грубо говоря, там полиозойская, что вот камни вылезли на поверхность, вот они полиозойской плесенью поросли тогда, потом, кстати, они обратно ушли в захоронение. Вот такие случаи опять-таки могут быть. Но настоящие бесспорные находки грибов, как ни странно, происходят почти одновременно, вот в том же самом Венде, почти одновременно с животными. Грибы сюда же. Значит, причем опять-таки, можно было бы сказать, что ну просто грибы просто не найдены. Но здесь есть такая подозрительная, есть такая странная вещь. Во-первых, грибы, помните ли вы, из чего, почему мы хорошо находим в палеонтологической летописи растений и плохо находим животных, о чем мы сейчас дальше поговорим. В принципе, оболочка, совершенно правильно, растения имеют целлюлозную оболочку. Целлюлоза очень устойчивое вещество. Оно хорошо сохраняется в летописи. Оболочки животных клеток не сохраняются. Там приходится работать совершенно другими способами. А у грибов, соответственно, какие оболочки вообще хитиновые? То есть, по идее, они сохранятся должны еще лучше, чем растения. Но нет. То есть, отговорка, что они мелкие, она не работает, потому что методы микропалеонтологии они совершенствуют со страшной силой. Вот тут произошел гигантский прорыв, как я уже говорил, за последние лет 20. И на то, что объект слишком мелкий, если он в принципе сохраняется, сейчас ты уже не спишешь. Но вот нету грибов. Такая странность. И более того, грибы, когда они появляются, они появляются почти одновременно, появляются одновременно с животными. И появляются, опять-таки, вот та же история, что и с многохлеточными водорослями, это хитридиомицеты. То есть, это самая примитивная группа грибов. То есть, возникает впечатление, что грибы реально появляются вместе с животными. Вот как раз в этот поздний период. Ну, в общем и целом, это понятно. Мы грибам будем сегодня возвращаться, опять-таки, еще не раз, ну, к этому соотношению грибы, животные растения, грибы, с их распределением экологических ролей. Но грибы, в принципе, зачем нужны грибы в экосистеме? Что они умеют делать такого, что не умеют делать? Что что? Органику. Отлично. Отлично. Грибы умеют разлагать такую устойчивую и трудно разложимую органику, чего не умеет делать никто. В этот момент такой органики просто нет. С разложением той органики, что есть, отлично справляются бактерии, которые, грубо говоря, могут делать эту, это гораздо более простая работа и нет необходимости, грубо говоря, в квалифицированной рабочей силе для того, чтобы ее выполнять. Можно обходиться и старыми добрыми бактериями, которые вот у нас с, бог знает, каких времен существуют. Но, тем не менее, в некоторых морских сообществах вот, видимо, хитридиомицеты это именно морские, это именно водные грибы. Значит, и так вот к этому мы подходим к моменту, когда у нас начинается фонерозой. 540 миллионов лет протяженность вот этого участка у нас будет. Ну, там разные, вы можете в разных источниках эта цифра уточняется, вы можете найти разброс цифр от 500, по-моему, 70 до 535. Но это понятно, что ошибки метода при абсолютных датировках, они довольно сильны, и на таких временных интервалах там уже, так сказать, статистическая ошибка набегает очень серьезная. Ну, вот сейчас считается, что порядка 540. Ну, полмиллиарда, говорите, чуть больше, чем полмиллиарда, не ошибетесь. Итак, загадка, почему, собственно говоря, вот эта вот граница существует. Значит, на этой границе происходит так называемый кембрийский взрыв. Кембрийский взрыв. Кембрийн эксплозен. Эксплозен. Значит, в свое время Дарвин сделал специальную главу в своей книге «Происхождение видов», где честно и четко, как положено истинному ученому, перечислил вопросы, на которые его теория в тот момент, в середине 19 века, когда он делал, писал, ответа не давала. И говорит, что вот здесь концы с концами не сходятся, здесь надо проводить дополнительные работы и что-то выяснять. Одна из таких дырок, в которые он сам ткнул пальцем, это была проблема кембрийского взрыва. В чем проблема? Что в слоях, предшествующих кембрию, мы никаких проявлений жизни не видим. А начиная с начала кембрия, мы видим огромное разнообразие, появляющееся буквально как фокусник вытащил из шляпы, махнули волшебной палочкой. И на этом месте мы вдруг видим всех представителей как-то почти всех типов животного царства. Но с той поры ситуация поменялась только в одном, что он говорил, что почти всех, теперь мы знаем, что всех. В то время например Хордовы все-таки были неизвестны из кембрии, но сейчас нашли и Хордовых тоже. Появляются представители всего, что только есть. Понятное дело, что в предыдущие предшествующие моменты должно бы по идее какие-то должны быть какие-то предки для всего этого дела. Предков этих нет. Вот просто факт на лице, товарищи. Предков нету. С той поры конечно ситуация поменялась. То есть мы видим, что до кембрии населен все-таки достаточно густо. Все-таки довольно много чего существует. Но скандальной ситуации исправилась ненамного. Потому что например вот идиокарская фауна, которой вроде все так очень порадовались, но все-таки время жизни животных сильно прибавилось, организмы такие совсем не похожие на нынешний. Но судя по всем признакам идиокарская фауна и по нынешнему времени там совсем уже новые в Китае найдена хайнаньская биота, тоже очень странные существа. Судя по всему эти эксперименты как черновики Господу Бога что все это никаких последствий дальше не имело что было как раз несколько попыток что было несколько попыток вот просто одна из которых последняя оказывается удачной а предыдущие попытки к результату понятному не приводили. Что же такое происходит на вот этой самой границе кембрийской? Представить себе все-таки представление о том что вот действительно как фокусник вытащил все это дело из шляпы это все-таки как-то мы давайте оставим совсем уж напоследок если у нас совсем ничего не получится поэтому давайте мы посмотрим что может что там реально может происходить и для этого нам надо вернуться к тому что собственно говоря из себя представляет тогдашняя обстановка по кислороду значит опять-таки несколько вводных значит что такое что такое скелет скелет из чего состоит кости ну да внутренний скелет бывают наружные скелеты да из хряща ну да вы перечисляете вещества да из чего это все состоит значит я да твердое нерастворимое вещество значит верно значит что хочется сразу сказать значит это сочетание во-первых органического и неорганического компонента да то есть это с одной стороны некие некие нерастворимые органические соли да либо карбонаты либо фосфаты да которые сидят в некой органической матрице костный хрящевой да значит нерастворимую неорганику мы брать в общем-то брать откуда понятно вопрос состоит в том из чего в вот этой самой органической матрицы в которую мы ее будем сажать а вот из чего состоит органическая компонента костей не помните опять-таки из курса который да ну нет ну из клеток да из клеток это клеточная вполне клеточные структуры а что за вещество слово коллаген что-нибудь вам говорит коллаген значит это все да должно говорить значит это белки да что это определенный тип белков коллагеновые белки вот из которых собственно говоря все это строится значит так вот коллагеновые белки это белки синтез которых в вероятно в наибольшей вообще степени лимитирован содержимым содержанием кислорода то есть это из самых кислородозависимых белков то есть вообще говоря это должно нас наводить на мысли что появление вот этих самых скелетов опять в очередной раз да опять в очередной раз неким образом связано с доступным с доступностью свободного кислорода да такая мысль вообще должна возникать что вероятно это не просто так значит белок опять таки понятное дело что скелет эта штука к чрезвычайно выигрышная то есть можно массу всего массу всего делать эволюционного имея скелет но эта штука безумно дорогая безумно дорогая по энергетике то есть для того чтобы то есть это такой проект в как чтобы который в которой чтобы начать получать какую-то прибыль надо вначале вложиться совершенно не по детски по энергетике по энергетике и по так сказать по обеспечивающей химической инфраструктуре вот если так сказать вы набрали соответствующий капитал вот дальше так сказать там начнет начнется невероятное процветание но вложиться надо очень по крупному значит при содержании кислорода ниже определенного порога это эти игры просто не имеют никакого смысла и надо жить в одноклеточном или близком к одноклеточному режиме то есть микрофит не некий микро зоопланктон о том что существует микро зоопланктон мы с вами помню да что на самом деле что вот что мы теперь точно знаем опять таки в отличие от дарвина и вообще-то в отличие от всех исследователей до скажем ну каких-то годов там 80-х 20 века мы точно знаем что в это время было довольно приличное количество зоопланктона то есть от фитопланктона да мы видим оболочки целлюлозные они диагностируются от зоопланктона мы к сожалению ничего не видим потому что свойства свойства оболочек таковы что они нет не захораниваются поэтому здесь мы можем судить только по косвенным признакам вот по косвенные признаки показывают что зоопланктон тогда бы но соответственно никаких попыток обзавестись какими-то скелетными образованиями он не делал значит и так логично предположить что что-то у нас происходит на уровне зо на уровне содержание содержимое содержание кислорода но на этом месте опять затыка да еще раз значит вот опять таки если вы возьмете какие-нибудь старые учебники то вот в объяснение кембрийского взрыва высказывались предположение что причина могла состоять в резком изменении химизма морской среды то есть грубо говоря что такой скелет тогда получается скелет это что-то вроде как накипи который у вас внутри чайника получается вот сменился несколько химизм воды вот эта накипи начала так вот активно выпадать внутри организмов ну и нашлись умники которые эту накипь начали так сказать вот приспосабливать к делу как когда-то кислород значит гипотеза очень изящная вполне то сказать вот то есть логичная и в принципе сказать вот все дни все было бы не хорошо кроме 1 кроме одного с химией на этой самой кембрийской границей работали на совесть много именно потому что эти гипотеза казалось очень перспективный к сожалению никаких никаких свидетельств того что на этой границе произошли хоть сколько-нибудь заметные изменения химизма среды нет то есть химия то есть морская геохимия осталась ровно той же то есть вот к сожалению таскать вот эту перспективную теорию приходится гипотезу приходится отставить не не работает значит а что работает значит в этот момент в этот момент у нас есть довольно надо вспомнить надо вспомнить опять-таки каковы условия в кембрийском океане растительности нет расти растительности на суше у нас соответственно никакой нет поэтому эрозия идет очень активно и океан мутный идет активный сток суши и как раз прибрежные части океанов оказываются резко замутненными океан резко замутнен фактическая зона в которой происходит фотосинтез очень сужена и если вы помните если вы помните немножко про вот про структуру вообще водной массы зона такое слово термоклин вам что-нибудь говорит температурный скачок визит романы про подводников читаете или дело в том что температура ну понятно что температура поверхностного слоя выше в глубине температуры ниже вот изменение температуры вот это самый сверху донизу она идет не плавно она идет скачком вам 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 то есть температура почти не понижается потом вам резкий скачок температура падает и потом она опять боль более менее оказывается стабильный вот как раз вот эта зона некоторые некоторые количество метров или десятков метров в океане резкого изменения температуры за это зоны температурного скачка термоклина термоклин в таких условиях оказывается подвинут под самую поверхность на этом месте у вас оказывается что совершенно невозможно закачать кислород который вырабатывается в верхнем слое в поверхность в более глубокие слои океана то есть работает только диффузия здесь нет перемешивания что работает только диффузия кислород только за счет диффузии сюда происходит поэтому что будет происходить со всей органикой которая здесь вырабатывается мертвой органикой организмы которые производят фотосинтез они понятное дело мрут дальше эти мертвые организмы сюда падают что с этим делом происходит фактически дожигать фактически дожигается и те жалкие остатки кислорода которые сюда закат закачиваются на окисление этой органики и у вас получается водная масса разделена на две практически не перемешивающиеся и равны бедные кислородом части вот эпиталаса да вам вам не обязательно эти термины конечно совершенно запоминать то есть то что выше зоны температурного скачка до мутная перегретая да потому что мутная и от того что она перегретая даже тот кислород который есть в него свободный кислород вырабатывается он улетает в атмосферу да потому что газы плохо растворяются в теплых жидкостях хорошо растворяется в холодную до штукет улетает в атмосферу в атмосфере проку от него совершенно никакого потому что на суше толком жизни никакой нету значит дальше соответственно что у нас происходит внизу у нас органика да и холодная до холодная но тем не менее столь же бескислородная и питала гипоталаса да поэтому в это время палеоэкологи используют даже такой странный термин эфтрофный океан что сейчас такой хочет представить себе нельзя да то есть океан который насыщен мертвой органикой настолько что кислорода про практически не остается значит еще раз обращаю ваше внимание на очень любопытную вещь что в принципе кислорода вырабатывается не так много и не так мало в это время то есть продуктивность вот этого слоя хотя она конечно не велика там а масса всяких проблем о которых мы говорим но тем не менее в общем и целом кислорода делается не так мало но кислород этот расходуется абсолютно бестолково что для этого нужно для этого нужно понизить мутность воды значит и вот судя по всему одним из интереснейших моментов в это время ну когда начинать когда собственно говоря начинаются когда собственно говоря начинается кембрийский начинается кембрийский взрыв судя по всему стало появление внутри вот этого самого зоопланктона да то есть мы договорились уже дать что мы исходим из того что мы имеем дело не с неким внезапным появлением вот огромного количества живых организмов неизвестно откуда а с тем что отделись скелетами те организм эти заготовки которые уже были на тот момент отделись потому что что-то произошло с кислородом так вот соответственно с кислородом что-то могло произойти просто потому что появились эффективные планктонные фильтраторы микроскопические значит сейчас известно какую титаническую работу делают и донные и планктонные фильтраторы в океанах то есть там ну устричные банки закартированные устричные банки прогоняют через себя объем мирового океана приблизительно кредит я не помню за три месяца что ли то есть это именно это именно воздействие планетарного масштаба воздействия значит такую же работу делают и планктонные фильтраторы значит как только мы появляем так как работают нынешние членистоногие прежде всего вот циклопы и фузииды и прочее значит в это время как раз действительно одни из первых существ которые появляются это действительно вот артропода подобные как называют похожие на членистоногие существа которые могут как раз осуществлять вот эту самую фильтрацию а дальше все эта система начинает раскручиваться в обратном направлении как только у вас убирается мутность этого самого слоя а это же как раз еще и слой который наиболее богат сносимыми суши биогенами да за счет эрозии у вас как только у вас термоклин сдвигается вглубь у вас начинается активное ветровое перемешивание здесь да у вас за счет этого кислород перестает улетать бесполезно улетать в атмосферу у вас эти самые ребята фильтраторы они чтобы понятное дело что они фильтруют не пыль они фильтруют вот эту самую органику они фильтруют в органику лепят из нее вот эти самые фекальные пилеты да и отправляют ее на дно в упакованном виде в упакованном виде то есть на этом месте вместо вот этого удушающего раствора органики получается ценный пищевой ресурс то есть на этом месте у вас может возникать уже нормальный бентос который будет потреблять эту органику на дне соответственно с кислородом становится еще лучше и мы получаем замечательную систему с положительной обратной связью а всего-то и надо было да вот научиться фильтровать верхний слой на этом месте и на этом месте мы довольно быстро получаем уровень содержания кислорода достаточный для того чтобы строить скелеты как только этот уровень достигается скелеты начинают строить все начиная от простейших в это время появляются как раз раковинные амебы и куча всего прочего до соответственно хордовых в это же время начинают странным образом появляться известковые водоросли которые создают некие аналоги внешнего скелета то есть все становится на свои места да то есть здесь в отличие то есть этот в действительности кембрийский взрыв это третий случай кислородные революции до в действительности только первый случай да то есть первый случай это создание устойчиво окислительных а стану обстановок вообще второй случай это достижение за счет повышения эффективно за счет повышения продуктивности экосистем до у вас уровень содержания свободного кислорода достигает того что можно в принципе строить многоклеточное животное а третий уровень когда кислород с органикой в точности как вот вас в экологии должны учить вот там по маргалефу и там прочим классиком экологии что главная задача эволюции экосистем это разносить центры производства и потребления органики внутри к системы вот это собственно говоря здесь и происходит то есть вместо то есть вместо смеси кислорода с органикой в которой так вот и и кислород и органика бесполезно расходуется мы получаем мы из того же вроде бы количество кислорода и органики несравненно более полезное их использование то есть водка чистый классик стратегии сунзы на этом месте вспоминается значит так и так кембрийский взрыв на этом месте формируется фауна вообще говоря в принципе нам всем известная то есть состав состав по типам он попав уже в кембрийский океан то есть мы увидели вам массу всяких существ странных необычных и все прочее но в общем и целом мы как-то привязать ну как-то как-то более или менее привязать их к нынешней картине и к нынешним классификациям вполне смогли бы следующий ключевой этап наступает в силу и значит это этап когда жизнь появляется на суше при этом надо сказать что нельзя сказать что суши была вообще безжизненная суши во что суши вообще была безжизненной нет сейчас как раз довольно четко показано что вообще-то говоря на суше существовали самые разные организмы появлялись организмы начиная вообще с позднего протерозоя но это были все разные варианты это были лишайники какие-то варианты водорослевых корок то есть это все было низшая растительность значит чем с чем в принципе связано у нас освоение освоение суши ну как всегда считается что сначала должны быть высшие растения высшими растениями будут питаться всякие беспозвоночные а беспозвоночными уже будут питаться позвоночные сейчас видно что при освоении суши все было не так ну из двух вариантов как заселять суши через пресные водоемы или через почву сейчас очевидно что был реализован именно вариант заселения через почву значит в сейчас известно довольно много ископаемых почв так называемые палеопочвы то есть ну когда-то считалось что это редкая экзотика но когда начали этим сосредоточенно заниматься там с конца 70-х 80-х годах то есть оказалось что палеопочв достаточно много что почва иногда попадает в захоронение достаточно часто ну просто как раньше просто не умели работать с этим объектом то есть изучение палеопочв открыла совершенно отдельный мир да и стало понятно что уже начиная с ордовикского периода кембрии ордовик до силу рдион начиная уже с ордовика у нас в почвах есть норки которые оставлены какими-то макроскопическими организмами по всей видимости что по всей видимости либо дождевыми чем-то дождевых червей либо многоножками в этих норках имеются капролиты то есть пищу которую когда-то эти самые макроскопические организмы съедали да то есть и так исходно на суше появляются вот эти самые водорослевые пленки до водорослевые пленки и лишайники а под ними начинается процесс архаичного видообразования но когда в это вида образовывать путь фуку почвообразования когда процесс почвообразования включаются вот эти самые чернистоногие и прочие червяки до процесс почвообразования как вы опять таки как вам понятно интенсифицируется на порядке то есть начинается нормальное почвообразование пусть то Почва становится средой настолько лакомой, вкусной, которая начинает привлекать массу прочих организмов. Почвенная жизнь к моменту силура уже достаточно интенсивная, причём никаких пока высших растений нет. Всё обходится на низших растениях и грибах и на членистоногих. Ни высших растений, ни позвоночных пока нет. В силуре происходит одно из ключевых событий в истории биосферы. Появляются высшие сосудистые растения. Ну да, жизнь на суше, как мы теперь знаем, в примитивных формах существует достаточно давно. Ну а что случилось в силуре? Ну появилась ещё одна группа растений. Нет, мы с вами понимаем, что высшие растения по своей средообразующей роли это группа, вполне сопоставимая с микроорганизмами. Ну которые, конечно, главные на нашей планете. Откуда появляются сосудистые растения? Высшие растения, как сходится сейчас большая часть ботаников, имеют в качестве ближайших родственников харовых водорослей. Слово харовые, вы, наверное, в учебнике, оно, по-моему, как-то фигурирует сейчас, как часть зелёных водорослей. То есть это такие водорослюшки с очень сложным, они очень красивые, похожие на небольшую пальмочку, с очень сложно расчленённым таломом. То есть действительно они больше всего напоминают пальму, с очень сложными органами размножения. Они имеют целый ряд, они очень похожи на высших растений, не только по набору пигментов фотосинтезирующих, по набору запасающих питательных веществ, по целой куче всяких вещей, касающихся тонкой цитологии по строению клеток. То есть глубокое родство высших растений харовых, оно с 19 века никем сомнению не подвергается, что ближайшие родственники наших наземных растений это харовые. Дальше возникает вопрос. Вот росли на мелководьях какие-то такие харовые водоросли, которые начали потихоньку высовывать голову из воды, и вот потом потихоньку появились какие-то прибрежные высшие растения, ну да, вот ринеофиты, которые как раз действительно росли в прибрежных каких-то обстановках. Это опять-таки известные. Первые сосудистые растения, ринеофиты. Значит, всё бы хорошо, но тут есть такая неприятность. Возражения против этой гипотезы прежде всего палеонтологические. Дело в том, что харовые появляются в палеонтологической летописи ровно в том же самом силуре, что и высшие растения. Между тем, мы с вами помним по первой лекции, что живые организмы, которые для того, чтобы им попасть в палеонтологическую летопись, они должны попасть в воду. То есть водные организмы захораниваются на порядке лучше, чем наземные. Всегда. Это общее правило. Тем более, что среда, которая предполагается для вот этих самых харовых предков высшего растения, они оказываются вроде бы... Это просто самая благоприятная под захоронение обстановка. Тем не менее, харовые появляются ещё раз почти одновременно с высшими растениями. Как так может быть? То есть непонятно. Исходя из этого, палеонтологи в 80-е годы выдвинули такую крайне экстравагантную, как тогда казалось, гипотезу, что на самом деле, мы имеем дело не с процессом появления высших растений, а как раз с процессом их приближения к воде. То есть в обстановке, в которой мы можем их различить в палеонтологической летописи. То есть на самом деле высшие растения происходят на суше, в водоразделах их предками являются какие-то наземные водоросли. Ну, а наземные водоросли в это время существуют уже. Вот какие-то наземные водоросли как раз являются их предками. А мы эту группу начинаем диагностировать, то есть она попадается в палеонтологическую летопись, когда они, заселив вот эти самые водоразделы, ну, какие-то наземные обстановки, приблизились к морскому берегу. Да, значит, ну, гипотезу, конечно, очень, так сказать, гипотеза остроумная, но вы же понимаете, что никаких доказательств гипотези этой в принципе нет. Ну, да, правда, гипотеза именно апеллировала к тому, что возникновение группы происходит в условиях, которые неблагоприятствуют попаданию в летопись. То есть она в некотором смысле предполагалась как чисто умозрительная. Проверка, так сказать, как-то была с проверкой была странная. И, как ни странно, и как это иногда бывает в науке, оказалось, что правы и те, и одна точка зрения, и другая. И выяснилось это вот как. Оказалось, что некоторое количество из вот этих самых микроскопических зеленых водорослей нынешних, вот как раз которые обитают, которые образуют эти водорослевые пленки, которые обитают во временных водоемах, вот в лужах каких-нибудь прочих, которые всю жизнь считались зелеными водорослями, что в действительности оказалось, что они именно по вот этим тонким особенностям своей цитологии, что они в действительности хоровые, то есть это микроскопические хоровые. И тогда картинка становится как раз действительно очень похожей на правду, что действительно вот эти обитатели временных водоемов, временных водоемов и окружающих их эфемерных субстратов, вот эти самые примитивные микроскопические хоровые, они в силуле дают две группы. От них происходят две группы, специализирующиеся в двух разных направлениях. что высшие растения, которые начинают осваивать сушу, и хоровые, которые начинают осваивать вот эти самые водоемы. Вот одновременно как раз мы и видим их появление. То есть как раз все концы более или менее сходятся с концами. А каким последствиям ведет появление сосудистых растений экологическими? Это все очень интересно сразу. Значит, как это сразу и принципиально меняет наши обстановки, нашу обстановку в наземных экосистемах? Значит, первое, это просто трехмерность. До этого все фотосинтезирующие поверхности – это разные варианты ковриков. Суммарную фотосинтезирующую площадь вычислить очень просто. Больше вы не сделаете никакими силами. Начиная с этого момента, вы можете фотосинтезирующие поверхности располагать этажами. Известная там школьная задача, которую все нам очень любят, насчет того, как листьями с одного дуба можно выстелить площадь всей рощи. Понятно, что тут происходит с фотосинтезирующей площадью, с объемом создаваемого органического вещества и всеми прочими делами. То есть, просто за счет одной голой этажности. Второе, когда они стали стоячими, у нас повысилась устойчивость к занесению корок мелкоземом при размыве территории. До этого у нас постоянно, у нас же растительности нет, постоянный смыв. Постоянный смыв, и раз у вас водорослевую корку или мат, или лишайник какой-нибудь замыло сверху осадком, все, привет, ему наступает на этом месте. Если это вещество, существо вертикально стоящее, то здесь все гораздо лучше. Значит, соответственно, уменьшаются просто потери органики, и вот этот самый восстановленный углерод не выводится больше из цикла. Мы не теряем его. Устойчивость к занесению. Значит, из устойчивости к занесению следует еще одно. Для чего? Для того, чтобы это самое существо живое, растительного происхождения, стояло вертикально. Для этого нужны принципиально другие типы тканей. Потому что мы вылезли в среду, в воде-то там не нужны механические ткани, там тело ничего не весят. Здесь нужно отращивать отдельные механические ткани. Из чего будем строить механическую ткань? Целлюлоза. Целлюлоза лигнин. Нам нужно отрабатывать. То есть мы отрабатываем древесину как ткань в разных вариантах. И, соответственно, для нас важно, что трудноразложимая органика. Трудноразложимая органика. Которая просто обеспечивает механическую прочность стволов. Что значит трудноразложимая органика? Это значит, что в цикле углеродном, в этой экосистеме, появляется депо трудноразложимой органики. Стабилизатор цикла. То есть цикл становится еще стабильнее. И еще более независимым от перепадов внешних условий. А при этом же у нас надо неким образом... Но! Хорошо, так сказать, стабилизатор завели, но что-то с ним надо делать. Это если мы... То есть что он стабильный, что он трудноразложимый, это хорошо. Но! Надо же как-то все-таки его и разлагать, иначе мы его вообще потеряем. Требуется. То есть требуются некие существа, которые умеют работать с этими трудноразложимой органикой. Итак, отсюда два следствия. Первое следствие, что вообще наличие вот таких стабилизаторов приводит к принципиальному изменению трофической структуры. Экосистем. То есть больше отныне большая часть органики начинает двигаться не через пастбищные цепи, а через детритные цепи. То есть не через цепи, захватывающие живых организмов, а через мертвую органику. И вот здесь я возвращаю вас к вопросу, вы упорно мне говорите, что вы нам на экологии этого не говорили. Так вот, соответственно, в морских экосистемах через пастбищную цепь идет примерно 80% вещества и энергии. И 20% через детритную. То есть в морских экосистемах все едят живое. Ну, мертвое кое-что есть, но это сугубо подчиненное. В наземных экосистемах ситуация зеркальная. 80% вещества и энергии крутится через детритную цепь, и только 20% через пастбищную. То есть все поедания кроликом капусты и лисой кролика укладываются в 20% того, что творится на суше. А почти все идет через детритные цепи. И этот самый детрит, по большей части, упрятан куда? В почву, совершенно верно. Именно так, что большая часть этого детрита упрятана в почву в виде вот этих самых, в виде этой самой трудноразложимой органики. Целлюлозы, лигнины и все прочее. Значит, перестройка трофических цепей. И раз уж у нас возникли эти принципиально другие типы трофических цепей, у нас нужен кто-то, кто мог бы работать с этой самой трудноразложимой органикой. Кого мы на эту работу подписываем? Грибов, совершенно правильно. Грибы, которые специализируются как раз на работе с трудноразложимой органикой, которые могут здесь массу всего, что не может делать никто, кроме них. Начиная с этого момента, начинается грибной бум. То есть перестройка трофических систем в принципе. Роль главных деструкторов в наземных системах переходит от бактерий к грибам. На этом месте грибы, естественно, не останавливаются. Грибы, они тоже умные. Что на этом месте делают грибы? Отлично. Совершенно верно. Решение со стороны, решение, которое принимают грибы, оно оказывается тоже совершенно логичным. Грибы начинают активно симбиотизироваться с растениями. На этом месте возникает такое замечательное явление, как микориза. Что грибы прорастают в ткани растительных корней, и дальше начинается полезный взаимообмен продуктами. Одни дают органику, другие кормят своих сожителей органикой, те взамен им приносят неорганику. Все замечательно. Как раз последние пару-тройку лет, когда были разработаны новые методы работы с ископаемыми корнями, было установлено, что как раз вот даже уже у самых первых растений, вот этих самых ринеофитов, что оказывается не просто была микориза, то есть вот по ступу, а была микориза двух разных типов. Эндомикориза и экзомикориза, которые по нынешнему времени были. Вот оба типа микориза уже на тот момент были. То есть возникновение микоризных структур как одного из ключевых моментов для освоения суши, оно возникает практически сразу. На этом месте у вас возникают нормальные корневые системы. Нормальные, классические. То есть не ризоиды, которыми там держат какие-то михи и все прочие, а уже совершенно нормальные корни, которые могут держать, могут заякоривать в почве, уже вот это достаточно приличного размера растение. Тут ризоидами уже не обойдешься. Нормальные корни. Нормальные корни. А когда мы получаем нормальные корни, да еще и, так сказать, обросшие грибными структурами, мы на этом деле получаем уже нормальный процесс почвообразования, в который включаются, соответственно, уже имеющиеся, как вы помните, уже имеющиеся, в принципе, почвенная фауна. И на этом месте у нас возникают наземные экосистемы уже того типа, к которому мы привыкли по нынешнему времени. То есть с той принципиальной структурой. То есть дальше, понятное дело, что будет происходить масса всяких изменений состава, будет меняться состав растений, будет меняться состав животных, которые включены. Но принципиально сама структура экосистем с этого момента будет вот именно такой, как она формируется в силуе. Дальше, так сказать, просто техническая доводка некоторая. И еще про одну вещь следовало бы сказать в рамках того, о чем мы говорим. То есть это уже вещи, которые имеют отношение не к экосистеме, как таковой, а к особенностям существования этих экосистем. Значит, два слова о климатах прошлого и как они на что влияли. Есть некоторые странные факты о климатах, например, в мезозойском климате мезозоя. Значит, ну как у нас сейчас расположены климатические зоны? Мокрый экватор с дождевыми тропическими лесами, потом идут саванны, потом идут зоны степей пустынь. Все это определяется ячейками атмосферными. В каждой ячейке есть сухая и мокрая половинки. Экваториальные леса мокро, саванны, сухая половинка. Значит, степи пустыни, дальше следует... Вспоминайте карту, Сахара дальше идет всякое, со всяким Сахелем. Степь пустыня. Пустыня. Дальше идут широколистные леса. Широколистные леса и субтропические леса. Субтропические. Значит, сухо, мокро, сухо. Сухо, мокро. Леса. Леса. Дальше бореальные широты. Последняя бореальная ячейка. Опять та же самая картинка. И здесь опять мокро, тайга, тайга и сухо, тундра. Последнее может показаться странным, что как это так, в тундре там всякие чавкают под ногами и все прочее. Это не так, потому что в тундре, вообще говоря, осадков выпадает очень мало. Просто там очень холодно, поэтому ничего не испаряется. Значит, все это определяется циркуляцией в атмосферных ячейках. Так вот, картина, которая в Мезозое была очень странной. В Мезозое был обширный сухой пояс на экваторе. Сухо. А в высоких широтах, как мы с вами говорили на первом занятии, а в высоких широтах теплый и влажный климат, который приближается к теплоумеренной и приближается к субтропическому. Тепло-влажно. Тепло-влажно. Значит, такая картинка, в принципе, может возникать при другой организации атмосферной циркуляции. В свое время, когда вот эта модель с атмосферными ячейками, то есть с атмосферной циркуляцией, ее предложил такой физик Гадлий, современник Ньютона, и как раз из той же самой компании университетской, он как раз, собственно говоря, он предполагал, что ячейка одна. Потом про модель Гадлия забыли, но, видимо, странным образом оказалось, что к мезозою она вполне приложима. То есть, что в действительности тогда фактически вся Земля представляла собой одну циркуляцию по одной ячейке, опять с сухой и мокрой половинками, но только сухая половинка располагалась в районе экватора, а мокрая в высоких широтах. Как вообще, в принципе, происходит обогрев при атмосферной циркуляции? При атмосферной циркуляции в какой форме переносится тепло? Что сначала вам нужно энергию доставить из одного места в другое? При испарении воды энергия у вас расходуется. Получается водяной пар. После этого вы этот пар перетаскиваете в некое другое место, где этот пар, соответственно, выпадает осадками. На этом месте происходит то, что называют разгрузкой скрытой теплоты парообразования. То есть энергия, которую вы затратили на испарение этого пара, она в виде тепла будет выделяться как раз в этом месте. Вот, собственно говоря, в высоких широтах вот этих самых. Именно это и происходит. И второй фактор. Это структура океанических течений. Что сейчас предельно... То есть расположение материков, оно определяется, соответственно, расположением материков. То есть сейчас расположение материков просто такое, что хуже не придумаешь. То есть, в принципе, хуже для климата расположение материков, чем сейчас, нельзя придумать вообще. Какое расположение материков будет хорошим? Какое расположение материков будет удачным для климата. Для этого нужно, чтобы у вас был открытый экватор, по которому шло бы экваториальное течение. Просто за счёт кориолесовых сил. Кусок этого экваториального течения мы сейчас видим только в Тихом океане. Идущее вдоль экватора с запада на восток течение. Этот самый Хейердал на Контике, по нему и плыл. Дальше. Нужны, чтобы были открытые полюса. Чтобы вода из низких широт могла спокойно приходить сюда и не застаиваться в полярных циркуляциях. То есть идеалом являются несколько мелких материков, горизонтально, меридионально вытянутых. С тем, чтобы течение образовывали вот такие, такого рода петли. Так вот, соответственно, в мезозое картина расположения материков была очень похожей на идеальную. А что мы наблюдаем сейчас? Мы наблюдаем, что океан Тетис, который когда-то отделял Гондвану, то есть южные материки, от северных. И сейчас мы от Тетиса видим последние остатки, это Средиземное море. Значит, Тетис в восточном полушарии исчезает. Африка с Аравии втыкается в Евразию, сминая все это в складки Иранского Нагорья. И там расползаются складки в район Альп. Индия втыкается в Евразию, на этом месте поднимается Гималайя. Плывущая на север Австралия втыкается в Азию с востока, на этом месте мнется это в складки Индонезии и Новой Гвинеи. Значит, Тетис на этом месте исчезает. Все, привет! Вот этот вот, то есть кусок полярный, огромный кусок экваториальной циркуляции исчез. Значит, отвалившаяся от Австралии Антарктида наползает на Южный полюс. На Южный полюс наползает самый высокий материк из всех, которые есть. Огромные, там с очень приличными высотами. Причем надо заметить, что вес ледяного щита Антарктиды таков, что он еще и приблизительно на больше чем на полтора километра ее утопил. То есть она была еще выше. Соответственно, у вас на этом месте получается гигантский холодильник. Гигантский холодильник, а вы понимаете, что это штука, которая работает опять с положительной обратной связью. Возникает холодильник, холодильник обмерзает, отражательная способность, альбедо, увеличивается, температура еще падает, ледяной щит разрастается. Вообще-то говоря, запуском холодной эпохи, в которой мы живем, крио-эре, послужило как раз наползание Антарктиды на полюс. Дальше на севере. На севере у вас происходит замыкание полярного бассейна. Полярный бассейн, вроде как непосредственно на нем никакой суши не воздвигалось, но он замкнутый, и через некоторое время он леденеет. То есть у вас возникают ледяные поля, которые в этом смысле абсолютно ничем не отличаются от антарктического ледника. То же самое безобразие. Ну и наконец финальный уже рощерк, это уже плеоценовая, то есть когда запускается совсем уже оледенение, вот уже совсем не детской форме, это когда между Северной Америкой и Южной Америкой, которые имеют совершенно разное происхождение по-тектонически, между ними возникает панамский перешейк. И это отрубает последний кусок экваториальной циркуляции в восточном полушарии. На этом месте возникает система, о которой мы говорили, с очень слабым, очень ослабленным переносом тепла из экваториальных широт в высокие, и на этом месте возникает то, что называют крио-эрой. То есть высокая контрастность климата, когда то количество тепла, которое есть на планете, оно распределено по ней, по её поверхности крайне неравномерно. У нас есть перегретый экватор и сильно охлаждённые полюса. Большую часть истории времени существования планеты ситуация была не такой. То есть мы живём как раз в период довольно редкой климатической аномалии, то есть такое безобразие случалось не так часто. Оно случалось в позднем палеозое, в карбоновом и пермском периоде. И вот случилось сейчас. В остальное время существовали термоэры. Вот такой термоэрой был мезозой, когда климат был райский, по всей планете были одни сплошные субтропики. Соответственно, когда в кайнозое у нас происходит смена климатического режима с термоэры на кривоэру, это накладывается на всякие процессы, которые происходят в сообществе наземных позвоночных. Формируются принципиально новые типы экосистем, которые раньше не существовали. И одним из самых интересных возникающих тогда в раннем кайнозое типов экосистем оказываются травяные биомы. То есть степи, саванны и их аналоги. В чём фишка травяных экосистем? Казалось бы, очень существенный параметр, где больше биомассы. Где больше биомассы, в лесу или в степи? В лесу, конечно. Если посчитать, сколько биомассы в деревьях, это несопоставимо больше со степью. А где больше животных? Вспоминайте фильмы про африканские саванны. В степи точно тоже было. Да? Да. Нет. В степях намного больше. В степи вроде бы количество биомассы, исход на первом трофическом уровне растений гораздо меньше. А животных при этом оказывается гораздо больше. В чём фишка? Фишка в скорости оборота этой органики. То есть, грубо говоря, пользуясь современными аналогами, такими экономическими, лес – это раджа, у которого подвалы набиты сундуками, со всякими бриллиантами и прочими. А степь – это современная айтишная корпорация, у которой, вообще-то говоря, никаких физических активов-то нет. А реальных денег у неё крутится, конечно, несопоставимо больше, чем у этого раджи. Всё дело в скорости оборота. Там капитала, а здесь, соответственно, органики. Трава, которая у нас есть, основой травяных экосистем является не просто трава, а трава совершенно конкретная – злаки. Основой травяных экосистем, возникающих в начале каинозоя, являются злаки. В чём отличие злака от всех прочих трав? Тем, что у него рост не верхушечный, а интерколярный, вставочный. То есть, у злака есть узлы и междоузлия. Он растёт, и он растёт каждым своим междоузлием. Поэтому, когда вы скашиваете злак, он просто начинает расти ещё более активно. То есть, все растения борются с выеданием разными способами. Можно становиться ядовитым, можно обрастать колючками. Разные есть варианты. Злаки выбрали другую стратегию. Они просто растут. Чем больше его едят, тем активнее он отрастает. Именно это позволяет злаковой экосистеме содержать такое количество животных, которое совершенно немыслимо в лесу. И животные стандартно, мы говорим не только о травоядных, мы говорим и о целом комплексе насекомых, которые убирают органику. Там на это дело должно быть завязано ещё целое количество всяких экологических групп. Но суть состоит в том, что в травяной экосистеме можно содержать невероятное количество травоядных и на которых потом будет соответствующее количество хищников. Я почему обращаю такое внимание на травяные экосистемы? До кайнозоя никаких аналогов травяных экосистем не существовало в принципе. Ну, злаков, потому что не существовало хотя бы. Именно потому, что травяные экосистемы являются колыбелью нас, гомо-сапиенсов, как биологического вида. Что наше происхождение и первичная эволюция была связана как раз именно с этим типом сообществ. Но об этом мы с вами поговорим уже просто на следующем занятии. Спасибо. Спасибо.